А сейчас на эту сцену я хочу пригласить одного лидера. Открытое звание. Золотой директор. Закрытое звание. Серебряный директор. ВИП-серебро. 75 периодов. Ирина Мутницкая. Учитесь. Алиночка, я тебе эти слова. Спасибо огромное. Здравствуй, дорогая семья. Дорогой Фаберлик Онлайн. Дорогой проект. Дорогая команда. Этот раз вы еще круче, чем в прошлый раз. В прошлый раз я была первый раз на встрече проекта. Первый раз в Москве. Там было какое-то голововое окружение. А сейчас вас еще больше. Вы какие-то еще красивее, чем в прошлом году. Я не знаю, как вы это сделали. Аплодисменты вам всем. Вы самые крутые, вы знаете? Крутышки. А дайте сильнее аплодисменты вам. Вы заслужите лучших аплодисментов. Сильнее. Вот, теперь по нашему. В прошлом году было круто. Я была злой партнерами. Они сегодня со мной. Валечка и Леночка. А в этом году у нас уже 8 человек. Да. Мы подросли. Я очень благодарна всем, всем, всем и каждому из моей команды, кто сегодня приехал. И на следующий раз они каждый по двоих карусах пообещали привезти еще. Потому что надо как-то новые уже залы еще больше искать, расширяться. Да, я запомню. Да. Вот. А еще очень важно для меня лично, что сегодня я со своим сыном. С сегодняшним своим. Домечательным. Он тоже приятно сам мой. Пока что он не консультант еще поговорит. Но ему скоро будет 14 лет. Так что скоро будет самый, наверное, молодой бриллиантовый директор. Но это я пока так хочу. И пусть так и случится. Вообще мы за этот год выросли в три раза. Алексей Геннадьевич Нечаев сказал, что сейчас все зависит от экономики. Вот у меня иногда такое бывает. Я не знаю, у вас бывает или нет. Я иногда даже до сих пор и сейчас на серебряном уровне, на золотом. Но в сложное для страны время я думаю, а тем я занимаюсь? Может быть, я где-то еще была бы полезнее. И вот Алексей Геннадьевич Нечаев на этот вопрос ответил. И на общей конференции. А мне еще повезло. Я была на закрытой встрече. И он сказал, что все зависит от экономики. А мы с вами поднимаем экономику нашей страны. Вот поэтому еще вам объявляли смертные. Поэтому мы в три раза еще круче. И в прошлом году я тоже это услышала от него. И мне захотелось за этот год больше сделать. И мы подняли товарооборот в три раза. С 4 тысяч на 12 тысяч. Поэтому это наш вклад в экономику страны. И каждый из вас своим ростом. Вы тоже вкладываете в нашу страну. И значит в ее будущее. Мир и стабильность. Я так это понимаю. Поэтому мы очень важным делом занимаемся. А еще мы каждому помогаем частным образом. Потому что мы можем изменить каждого в жизни в лучшую сторону. Не только всей страны глобально. А взять одного человека и ему помочь. Хорошо зарабатывать. Приезжать на такие конференции. Быть обеспеченным человеком. Достигать за своей семьей. Правда же? Да. А еще я сама не знаю почему. Но вот так получилось у нас в этот год. Мы выросли действительно так. Мы уже были на взлете на прошлой конференции. Мы уже начинали расти. Но прошлая конференция и прошлая встреча проекта. Она что-то сотворила какое-то волшебство. И мы пошли вверх, вверх, вверх. И многие спрашивают, а как, а почему сидела-сидела там на старшем директоре. И теперь вот серебро открыло-закрыло. Золото открыло. Я думала, что и дальше мы будем. Прям понравилось расти. И вот как мы это делаем? Ну, в принципе, мне отвечать на этот вопрос такое высказывание. Быстро, это медленно, но без перерывов. Для того, чтобы потом стало получаться, нужно работать, продолжать и не останавливаться. И потом срабатывает накопительный эффект. Потом созревают такие шикарные звезды, которые делают большие результаты. И команда вот так вырастает. Правда же? Вот. А сейчас я еще хочу сказать несколько слов о Валюше, которая сегодня тоже здесь. Вот она. Тянет. Поздравить ее с тем, что ее пункт выдачи сегодня, ну, почти сегодня, ну, на днях исполнится год, как она открыла пункт выдачи. А с вами мы встречала его вместе на мое имя, но Валюша уже открыла предпринимательство. Она тоже очень выросла за этот год с прошлой встречи. Вот поэтому сюда надо приглашать действительно аккаунтами людей, для того, чтобы они вырастили, росли и росли, росли и росли. Да, Саша? А Саше завтра день рождения. Давайте тоже наполняем. Вот. У нас есть три правила таких, которыми хочу вам с вами поделиться. Первое. Для того, чтобы расти, нужно первое. Взять ответственность на себя. Не на события, обстоятельства, которые происходят вокруг. Не то, что происходит в команде с наставником, с партнерами, с соседями, с родственниками, с друзьями. На себя. Начинать нужно только с себя. Второе правило. Мы участвуем во всех, без исключения, мероприятиях, проектах. У нас такой мощный проект, за который можно просто следить и делать все, что такие делают. И у тебя будет точно, стопроцентно получаться. Вот поэтому обязательно. Где можем спикерить, спикерим. Где можем модерировать, модерируем. Не можем участвовать, как участники. И третье правило. Мне всегда говорят, как фамилия? Мутницкая. Ну вы тут и намутили. Мы все время мутим какие-то еще свои организационные эстафеты. Там что там, ну не знаю, что интенсивы. Какие-то еще наши командные марафончики. Откуда мы берем материалы? У нас есть в проекте они. Но только мы их уже доносим до каждого человека в команде. Вот каждый наставник, если так будет делать, у того будет рост. Вот это прям такой стекрет-тикрет. Брать и быть переводчиком. Передавать ту информацию, которую ты уже получил. Одна женщина, говоря, мы работаем передастами. Извините. Ну вот нужно быстро передавать. Не накапливать только саму, а быстро передавать в команды. Так. Ну и последнее, что хочу сказать. На закрытой встрече с Алексеем Геннадьевичем Нечаевым я впервые сфотографировалась. Вот так вот живую с ним стояла. Что-то я вообще не волновалась. Думала, ну что, сфотографируемся. Сфотографируемся сцены. Я его уже видела один раз в прошлом году. В этом тоже уже видела со сцены. И вот когда я к нему близко подошла, я не знаю, что, как это мне сила к нему вот так вот притянула очень близко. Я схватилась за него двумя руками. Все сфотографировались вот так как-то, там за ручку интеллигентно. А я двумя руками в него всыпилась. Уже сфотографировалась, ушла. Думаю, что было, почему я так сделала. И потом я поняла, что это подсознательно. За таких людей, которые делают такие вещи, как он, создать компанию номер один в странах СНГ и быть успешным человеком вообще во многих сферах, за него нужно держаться двумя руками, как и за компанию Фаберлик и возможности. Согласны? Вот так и будем делать. Спасибо за внимание. Спасибо.